всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня у нас будет очередное необычное бритьё вся необычность которого будет заключаться в том что на обзоре будет предмет предмет который одна известная компания выпустила свет осенью прошлого года и выпуск всей состоялся благодаря участию аж четырёх стран конечно же россия без россии никак не обошлось потом маленько поучаствовал китай еще чуть-чуть поучаствовала германия ну и там десл поучаствовал америка так на свет появилась то самое изделие которое сейчас вы увидите на крупном плане вы на крупный план смотрите там трогайте щупайте я начинаю вы догоняйте начнем конечно же с бритвы бритвы жилет heritage жилет наследие бритву прислал мне у нас этой бритвы компания жилет еще начиная с осени прошлого года то есть 19 вышла на рынок и вышла только сети amazon больше она нигде не продается компания жилет принадлежит корпорации проктор энд гэмбл и тут недвусмысленно об этом даже написано проктор энд гэмбл адреса пароли явки надпись разместили как-то странно если держите так то так не откроете вам нужно будет развернуть открываем внутри коричневая коробочка стилизована под старину именно в старину и такие коробки привык встречать коричневого цвета сделано под кожу но это не кожа и кожа не пахнет это скорее всего кожа молодого дермантина или винила что-то такое но не кожа сделано прилично тактильно приятно выдавлено или выжжено или вот скорее всего выдавлена жилет трейдмарк ну из сама личной подписью того самого короля кэмпа жилета то есть то с чего все начиналось ну а почему здесь эта гравировка ну смысле надпись facsimile но я думаю наверно именно потому что название самой вот этой линейки жилет наследие жилет heritage открываем ты тысяч внутри бумажка это с указанием туда действительно amazon здесь поучаствовал убираем первый вкладыш который у вас попадется в руки это как ухаживать как бриться как разбирать что как называется и с обратной стороны жилет жилет софти разош слова знаменитого king кэмп жилета 1918 году и вот здесь вот мелкими мелкими буковками я не знаю если разглядите у вас будет дополнительная информация что это не только проктор энд гэмбл трата там но и что еще ручка изготовлена в америке а лезвие в россии а нет 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 футляр футляр в китае за лезвие в россии это совсем другом месте и за ручку в америке тоже в другом по общей информации которую мне удалось собрать мы об этом еще поговорим здесь корпоративное творчество четыре страны принимали участие в произведении этого искусства это коробочка сделана в китае лезвие сделано в россии ручка сделано в америке а сама голова тут мнение расходится тот говорит в китае но сами работники жилета говорят что конечно же в германии фу 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 вы что 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 так что вот будем считать что голова сделана в германии смотрим вначале на коробочку то ли это плюш то ли это винил но ребята сделано приятно как для изделия за 49 баксов вместе с доставкой но очень даже очень пружину я уже отметил она такая что прям вот вот такое да вполне себе возможно хорошая конечно же это не что-то такое прям младший нет но очень достойно и очень приятно прямо понравилось сама бритва сама бритва забила поток моему незамутненного сознания вергла ступор культурный шок и когнитивный диссонанс я не знаю что еще сказать потому что такую ручка руках раньше не держал и да действительно она интересная вот что касается вот этих вещей то да такие вещи раньше в руках конечно же держал ну и то что ребята писали в комментариях под предыдущем видео где прошел чем будем смотреть то как бы подсказывали ванов но это как бы 89 ну я думаю ну ладно посмотрим проверим но я же не думал что настолько это r89 вот для примера сейчас мы с вами вместе возьмем и вот так пробежимся чего начать ну давайте наверно самого очевидного с нижней плиты то называется найдите три отличия специально буду одну в правой другую в левой руке держать чтобы не дай бог не перепутать а потом если перепутаешь ну вот со стопроцентной уверенностью ты уже не сможешь сказать блин так это же от жилета а это вот от мюля 89 крышки в крышках в нижних плитах забегая вперед я хочу сказать что различие только в весе а в крышках визуально отличие только одно которое сумек найти сумел найти это на внутренней поверхности обратите внимание на жилетовской стоит цифра 4 на мюлевской не стоит ничего а не визуально мюлевская легче если говорить по весу крышка у жилета 1433 умели 1209 плита тоже маленько потяжелее 1742 умели 1694 не обращайте внимание на сотые просто у меня весы точные вот они как выдавали так и выдавали можете это конечно же округлять ручка ручка самая тяжелая умели ровно 37 грамм под прям по немецкой точности с нулями американцы маленькой не дотянули 31 и 7 сотых грамма но раз уж я привел этот список давайте уже тогда по полностью по всему пробежим по остальным частям длина головы 41 4414 в обоих случаях ширина плиты туда тут уже есть несколько отличия если вы жилета на 25 ровно и сотые выходят от 8 сотых до 14 соток то есть 14 десяток умели она маленько пошире тут 25 и начинается с 15 соток и заканчивается 25 ну а разница одна десятка я думаю что тут можно этому конечно пренебречь и просто минимизировать с крышками по ширине от 19,15 и практически до 18,9 сотых то есть вот тут как-то вот видите прям вот провал посередине идет а вот умели умели здесь чуть-чуть поровнее получается 18,75 и 18,9 ну а шпеньки шпеньки я имею ввиду это те вот которые на крышке вот здесь вот которые фиксируют но они 46 ну что там что там в обоих случаях плюс-минус там разрыв небольшой ну и что чтобы хоть как-то понять но может быть все таки есть какие-то различия я израсходовал одну карту от байкала все равно байкал выйдет только следующем году в этом году его не будет и решил посмотреть а что же всего этого получится но давайте сейчас с вами вместе и посмотрим что из этого всего получится за счет того что карта жесткая она будет создавать определенный угол и те неочевидные вещи которые мы возможно могли бы пропустить сейчас мы их станем видеть немножко лучше так как бы их установить то но этот конечно так в руках ничего не скажет но возможно возможно это вам будет маленько чуточку лучше видно а если смотреть на это графически то я взял жилет и просто попытался его обвести насколько вам сейчас будет видно я постараюсь камеру так вывести вот видите так сейчас вот обвести его контуром и если мы уберем жилет то получится ли у нас на это самое место установить милле чтобы все совпадало ребят получится вот путем таких нехитрых момент манипуляции я сам себе в принципе объяснил что конфигурация мюля и жилета ну практически одинаково но наживать называть вот это изделие жилетом я конечно сам не решусь и я не стал бы потому что это изделие сама компания жилетом не называет нигде на всем изделие вы не найдете упоминания что это жилет максимум информации которые здесь написано так как я уже говорил та самая крышкой цифра 4 нашел я статью одного человека и я вам ее потом в конце приведу когда мы будем заключительных выводах разговаривать тот все-таки вышел на работников жилета и взял у них интервью пускай ненамного всего лишь на несколько вопросов но он сумел получить ответы у работников самой компании что же нам сейчас с вами со всем этим делать я не раз и не два и не три говорил что брейс головой р-89 я всегда рискую единственное лезвие которое мне позволяет выберется комфортно с этой бритвой это рпл и у меня есть хороший рпл казалось бы логично именно сейчас ее поставить но вы сами понимаете что традиция есть традиция практически в каждом видео я режусь поэтому мне на эту тему от вас уже как-то на эти получать не трудно я уже привык и поэтому я решил поставить рискнуть именно то лезвие которое шло в наборе жилет платином на самом деле она промежуточная более острая чем платину я бы рискала больше тубы конечно не пошел я бы все-таки поставил рпл но и она все-таки острее чем рпл поэтому вот именно в этом риск и будет заключаться давайте попробуем так 1 до его так один готов но я сразу приготовлю две бритвы и я думаю что с одной бритвами пойдем с вами на одну сторону а другой бритвы пойдем совсем на другую противоположную и таким образом попытаемся хоть что-то для себя самих проект прояснить хотя забегая вперед хочу сказать что вот на зарубежных формах ребята данным давно уже получили эту бритву ну и пытались как-то ее там классифицировать понять что это такое жилет учудил и там бытует мнение что жилет вот этот вот ну якобы жилет он чуть-чуть поагрессивнее чем настоящая глава от р-89 но это не точно людям нужно было бриться не раз и не два и три не пять и не десять прежде чем понять на самом деле это так вот сейчас я вам только что показал все полностью и сами видите что идентичность за кроме ручки практически полная вот этими двумя бритвами мы с вами сегодня и побреемся пошли дальше помазок с помазком все легко и просто это та самая эксперименталка которая мы сейчас вот пробую чтобы понять как она чё держится не держится тут вываливается не вываливается мокнет не мокнет распухает не распухает трескается не трескается и совсем скоро мы сможем вас порадовать своими помазками ну как узлы мы естественно приобретали у хорошей компании а ручки естественно делали сами но у нас там как чип его потом покрывали там у короче все расскажу отдельно короче сегодня помазок экспериментальный по мылу по мылу я сегодня наобещал пустить локситан но в здравом уме и трезвой памяти поразмышляв я пришел к тому что это будет слишком большой риск потому что за локситан он сейчас бытует такое знаете не очень хорошее мнение что что то но не то чтобы скурвился но то старая которая была она была как бы ух огонь а вот новый локситан который они упускают вот такой дополнительной таблетки он не петь не свистеть и не в какую армию поэтому да я его проверю но скорее всего на следующий обзор потому что сегодня ребята вспомнить какая бритва r89 и так-то буду по ниточке по лезвию ходить там шаг лево шаг право хари пополам а еще с таким мылом поэтому хотелось бы взять какое-то такое мыло в котором у меня есть уверенность а в каком у меня есть уверенность в этом спросите вы и я скажу да почему ну потому что хорошее мыло потому что натуральное потому что сделано в америке но у нас есть еще мыло которая хорошая которая натуральная одна фигня хлопцы она не сделана в америке и дешевле вот тут конечно попандос попандос в чем я когда брился вот этим когда брился вот этим вот этими вот я ловил себя на мысли иванов скажи-ка брат сам себе а чем вот это хуже вот этого ну найди хоть вот какую-то зацепку такую только не придумывай а найди настоящую чтоб можно было сказать да ну вот смотри это конечно хорошо но вот в нем есть вот то-то и вот то-то а вот это так это вообще просто ого потащу почему да потому что натуральные за нормальные деньги стоп а здесь натуральные за нормальные деньги нельзя сказать что ли и вот тут я вот в комато спал вот этим своим речевкой своим шагом я рискую навлечь на себя конечно же много летящих тапков но ребят вот то что еще сказал говорю на полном серьезе я учатся сам для себя пытаюсь понять а вот чем вот это хуже этого а чем это лучше этого и и как-то трудно что стильный сок делает она сделала хорошую базу и путем добавления разных отдушек разных у него получается разные мыло хорошо крыш хорошо нормальные деньги ну по западным меркам да за нормальные деньги что делает тдс тдс выпускает какую-то новую базу тоже натуральную тоже с разными хорошими отдушками ну это же по хорошей цене хорошо ну конечно хорошо поэтому вот и попроси меня сейчас вот из этого строить выявить лучше ребята я бы тупанул я бы даже прям не знаю но вот сам для себя вот так по душе первая обновку я бы утащил это вот чисто из-за запаха вот вот следующее пошло бы это ну и вот это бы пошло тоже потому что еще хорошему добру то пропадать пошел так будут в таком порядке они ушли но это все уже было что будет дальше с этим тоже все ясно понятно потому что годный хороший нормальный вполне себе продукт но вот это после ребята под вопросом потому что это после лично для меня можно применять только зимой или тогда когда холодно или когда я буду в горах жить или тогда когда поеду на северный полюс или в антарктиду потому что летом когда тепло это для меня был бы полный папандос а вот до имеет для меня круглогодичное такое внесезонное значение его можно использовать всегда после только зимой и все это можно убирать лана что же у нас дальше то дальше у нас лана почури ветивер тоже натуральный продукт вот как он будет подкачает и подкачает выдаст такие живот прям хорошие сливочные конгломерации как предыдущих два его товарища или нет не знаю ребята не знаю но давайте пробовать пока не попробуешь не узнаешь вот идет вот такой таблеточки это хорошо с моей точки зрения потому что не будет запах лишний терять расковырять все это дело мы всегда сумеем вот еще целлофенчика напихали зачем если вощеная бумага есть но чтобы наверное даже на вощеную бумагу не прилеплялась или как-то по-другому это все можно сделать не знаю но сейчас голова другом потому что запах ребята дурман ага твою дивизию ребята хороший запах ковид бронхит на врагов наших ребята чума просто чума не запах и да помните обухтел по поводу того что таблетка большая банка верни таблетка маленькая банка большая и она там как мыло в проруби вот так вот плавает ребят решается все элементарно просто не топите ничего не делаете кому вот такая вот красота досталось просто взяли крупную терку даже мелкой не надо крупную на которой вы там для супов и еще чего-то делаете аккуратненько на строгали большую тарелку вот он большой тарелки суда складывайте пальчиками на эти складывайте вминаете так мне умные люди посоветовали а я вот вам так вот передаю просто тоже советую совершенно бесплатно почему начнете варить паровой бане там что-то выделываться температурный режим пробьете и вполне себе может получиться так что вы из хорошей вещи сделаете какашку она вам надо а на терке вы так никогда не сделаете больше скажу вы на терке даже еще это мыло улучшите потому что у вас мыло будет если вот до этого не было она никакого помола а сделайте один раз на терке вас будет мыло с одним помолом а два раза перетрете и два раза на терке сделайте вас будет мыло с двойным помолом а это ребята уже совсем другая песня и другие деньги это мыло уже будет дороже пахнет чума все так что еще осталось авто шейвы с авто шейвами легко и просто я вам сказал что он следующий обзор будет только флойд так она и будет мы его оставляем а вот за и псилон я уже огреб потому что пришел мой товарищ евгений сказал викторич я не знаю что тебе там во флойде мне горит и псилон говорит вообще как-то это мне флойд больше нравится и вот так вот нашла коса на камень два мнения столкнулись в обычной простой жизни то есть кому-то это кому-то то мне вот и псилон а а кому-то другому-другому он может и вовсе даже не ага а вот флойд но ребята вот во флойде если нюхать из бутылки и вот так вот не заморачиваться вы спирт не уловите и запах на самом деле чума я понимаю евгения ну короче сегодня аксилон играю сторону а будем работать только с лойдом от урмаса за что ему огромнейшее спасибо все на этом пошли бриться ребят не могу успокоиться с этим запахом мы просто торкает реально торкает прям ух как торкает так чуть-чуть чуть-чуть добавим сюда водички так чтобы вам тоже было видно все манипуляции которые счет провожу вот так на поставлю побольше водички и сейчас пожамка им чтобы у нас с вами получилось то самое мыльное молочком мыльная сметанка мыльная просто кваша сливки ну точно любит вот этого добавьте по большому счету вот если оставил бы себе это мыло самое лучшее наверно было все-таки прогнать через терку потому что вот так вот култыхать в банке ну эту банку нужно воспринимать как доставочный контейнер и конечная точка то есть получили распаковали на терочке перегнали туда втрамбовали и вот вам найти здрасте пожалуйста другой вариант а зачем мне все это делать почему компания сразу этого не сделала ну в принципе да многие же так и поступают но другой стороны вот сегодня такая таблетка да а завтра такая и каждый раз под эту банку менять не на меняясь и но я компанию тдс не знаю как вы это ее точно знаю так как она но она гибко гибко реагирует на то что происходит на рынке и если вдруг где-то что-то как-то она ровно не сидит она начинает тут же сразу рыть в эту сторону ну и что-то там предпринимает что-то там делает ну вот как вот в этом случае видите да то есть не заливала просто таблеточку тут и все и пожалуйста вот вам готовое мыло а если бы бегала искала банки не факт чтобы она их нашла а если бы нашла то не факт что по нормальной цене такой чтобы можно было на рынок выставить ну вы сообразили линейку да так все чё там и тут ножам колечет у нас тут получилось компрессы будем наносить молочко посмотрите какая красота просто вот он причмок уже прям вот так просто идет а потом когда мы на лицо с вами по нему там будет песня 1 компресс хорошо я не знаю как вы у меня точно внутри определенный жим-жим такой все-таки стоит почему ну потому что 89 голова не самое мое лучшее получится мне его вытащить нет вот так вот вроде что-то получается хочу попробовать прям баночки подбивать это мы сейчас вот так аккуратненько здесь оставим не знаю кто-то его захватил не захватил было как-то время что мороженое круглым продавали вот таким вот так а вот это мы тоже заберем это нам надо и один раз такой покупал мороженое мороженое просто сейчас такого не делает ну и давайте сметанка сметанка где ты там наша у меня этот жим-жим связан с тем что 89 голова не самая моя любимая желаемая и почитаемая это так есть но сейчас еще и все это в удвоенном количестве но будем смотреть в лучшем случае побреемся в худшем случае все вместе поржем так поехали так а давайте я наверно себе маленько облегчу задачу не буду сейчас это пальцами все втирать а постараюсь вот благодаря вот этому помазку все и загнать куда надо а потом вот поэтому и сделаю компресс ну а потом еще мальца наберем да и все любо 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 с нашим мадом адам не приходится тоже 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 4 5 5 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 6 7 7 8 9 15 7 7 7 8 9 9 9 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 19 19 20 22 22 20 20 20 20 20 20 22 24 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 27 26 27 семидесяти процентов смотрят без подписки уже плохо по поводу рекламы самого видео чтобы она как-то там youtube его куда-то продвигал что-то делал он делает это по нескольким параметрам по люба не любая по числу комментариев ну и по количеству той рекламы которую ты там поставишь настройках люба не любая я у вас никогда не просил а сами по себе вы ребята вы такие какие вы есть вы инертная то есть вот из 1000 человек которые посмотрят ну дай бог если 150 200 человек поставят люба остальные просто погулял и вышел и все какая там подписка ну зашел посмотрел ушел комментарии но но тут зависимости от животрепещущие темы или не очень то есть от 40 до 60 100 то есть вот тоже как-то знаете и получается что с вашей стороны не шатка не валка я вас не прошу вы не подписывайтесь вы люба не люба не ставите комментарии ну вот те кто от ребята основные постоянные да вот они вот есть но надо что то делать ну вот и получается включаешь рекламу youtube видит когда что вот в этом видео там этих галочек гребаных поставленного тура куча вот он это видео старается продвигать продвигать и как можно больше людям показать вот это инструмент если завтра настанет тот самый самозбродный день который еще ни один канал на ю тубе не испытал чтобы хотя бы половина людей ставила люба не люба ну то и 1000 посмотрела там стоит 500 лукасов или любая или не люба палец вниз да блин вся эта реклама накрылась бы в тот же день митным тазом убирал бы все галки нахер этого бы не нужно было потому что вы бы это делали своими руками или там 500 комментариев под видео все youtube бы тот же свою жопу оторвал бы и побежал бы это видео куда-то распространять но нет этого то есть ну десятая часть лишь ставить палец вверх или палец вниз и меньше чем десятая часть пишет комментарии под видео ну а сколько их там распространяет там по я не знаю по vk или еще куда-то но ссылки дает да и того меньше поэтому ну приходится что-то делать понятно что от рекламы бомбит но с этим тоже можно бороться есть какие-то я не знаю говорят канал какие там 5 или 10 баксов отдал те рекламу вообще никакой не показывает но это такой знаете самый стронг вариант самый тяжелый ну самый жесткий что попроще этот блок поставил да и все и не паришься но типа того теперь компресс хорошо смотрите компрессив прошел и много еще чего осталось поэтому мы сейчас просто намочим помоток и еще раз как пробежим пробежим и все у нас будет хорошо для того чтобы увеличить популяризацию канала видео на ю тубе есть несколько вариантов мы сейчас практически все с вами обсудили сто процентов кто смотрит канал что были подписчиками нереально ну вы этот вариант и не выбрали хотя бы 50 процентов кто смотрит видео чтобы ставили там люба не люба нереально в этот вариант тоже не выбрали третий вариант посмотрел видос хоть какой-то комментарий оставь но чтобы хотя бы 50 процентов оставляли свои комментарии нереально вы представляете тысяча полторы комментариев под видео это все те три варианта которые сейчас перечислил первые три если по не были если по его выбрали youtube тут же бы оторвал жопу побежал бы вот эти вот видео записывать в любые дырки вот смотрите смотрите активность народа какая блин классные видосы ну-ка всем смотреть и все и поперло но вы этого не выбрали ну я выбрал третий вот четвертый рекламу не совсем лучший но он хоть что-то за и не менее всего остального понимаете она есть еще 6 платить google за рекламу на официальной основе так нормально там количество слов заказываю что все пятое десятое но в месяц будет уходить где-то примерно от 10 до 25 тысяч рублей на рекламу у меня все такого бюджета нет кубка спонсоры есть вам до сих пор молчит поэтому тоже на эти как бы не вариант ну что поехали первый наверное а давайте мюлю вот пускай вот она и будет да так борзеть не буду буду крыться мыться бриться все я буду все и бриться и мыться от крышки так пальчики блин прям на ширинку на ширинке сейчас вот такое белое пятно чужа нет скажу ну че не скажу офигеть клюбарился на работе парни вы даже не представляете как пахнет мыло вот то что там тдс указали в описании я сейчас скажу там они какое-то слово такое сказали которые очень люблю все время забываю но я сейчас молчать не стану я все-таки скажу это это так ты где мускус 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 есть 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 не врут есть и он не такой что знаете прям по шарам это не тот мускус который там кто енот или кто там сильно воняет хвост приподнял эти как пальную на по шарам не знаешь куда бежать нет это такой хороший правильный мускус это на который женщина такую стойку сам делается к ну каш молодой человек разрешите он нашел вас там за мускус такой а ты достаешь покажешь вот мускус в данном случае от тдс какой хороший мускус так ну первый проход мы прошли давайте сегодня все это будем делать за два добривками ну и почули конечно да как без него есть все это дело здесь такой какой-то конгломерат замешан что он ароматика не тяжелая она не черная она даже не темно-коричневая она хоть там пишут про какую-то землистость нет я ее воспринимаю как терпку терпку с изюминкой мускуса дерево дерево только экваториальное теплое такое и прямо вот такое что-то вот прям ух а сандал сандал кто был на югах вам там местные предлагали там деревяшку сандал купить вот та самая деревяшка ты берешь она светится на интернете и все это здесь жить хочешь вот такой сандал но он не превалирует он такой лёгонький так мы поехали против шерсти так пальчики пальчики так Так, ну до бривки вот здесь Добить надо будет И вот здесь, мои обычные любимые места Что мы собственно Хорошо Блин, хлопцы расстроены По самой они балуют И самое неприятное во всей этой ситуации Что во всем сам виноват Забыв, что вот у этих гребаных аппаратов Никон, старых У них ограничения по времени записи 20 минут, Карл, всего 20 Я тут соловьем-то бритвами махаю Как с шашками в обе стороны Ага, за экранчиком-то забыл следить И все Побрился уже на компресс Пошли, ребята, а смотрю, камера-то уже не пишет Что пропукал, что пропустил, не знаю Скорее всего, пропукал Когда Жилетом Брились Сколько? Не знаю, при монтаже только увижу Ну посмотрю, если совсем будет критично То нафиг, ну вообще лучше никакого Видео не будет, а это перезапишу А если хоть как, чуть-чуть в натяг Ну да сойдет Выпущу, но тогда уже будет от вас зависеть Если скажете, Викторич, блин, ну нечестно Так, давай перезаписывай Ну перезапишу еще раз Но самое главное Даже без бритья Даже без Я вам могу сказать уже сейчас Я уже понял И за жилет Феритаж И за все остальное Есть вещи, которые я не понимаю Но хочу у вас советую спросить Вот взяли маленькое от Ашейва А сейчас нет спирта Что за фигня Вообще нет Как такое может быть Так даже ясно чувствовал Вот у спирта А сейчас ее нет Может как-то в одну руку Не понимаю Сейчас тот старый добрый Флойд Который я любил всегда Который мне всегда был по кайфу Но это не отменяет Не отменяет моей любви капсила Ну это лишь лишнее подтверждение Что да Флойд был хорош Но король умер Здравствует король Поэтому Ребят Я ничуть не жалею Что произошла у нас на бритвеном рынке Такая Санта-Барбара Что по каким-то причинам Неведомым никому Еще никто не объяснил Почему есть сейчас Флойд Но Благодаря именно тому Что у Флойда были определенные проблемы С производством И вообще С продолжением своего выпуска Определенные люди заморочились И именно из-за этого Вот не будь этого Вот это бы не было никогда А когда вот у этого Проблемы начались Вот люди задумались А давай-ка что-нибудь такое Попробуем замутить Вот попробовали Вот замутили И получилось великолепно Поэтому Флойд хорош Но он не единственный на свете Есть еще и другие хорошие Так По мылу Ребят Как вам показать Как они стройными рядами Тут Быстро Блин Ну я не знаю Вот так видно Не видно Это же просто пипец Что Ни капли не жалею о том Что сказал на крупном плане И готов подтвердить Каждое свое слово Вот с моей точки зрения Вот эти вот вещи Которые уже третий раз У нас на обзорах От ТДС Они не состыкуются С теми вещами Которые они делали раньше Это совсем другого класса вещи Не состыкуются В первую очередь Тем что они все На натуральных продуктах Это в первую Во вторую И очень ясно Вы ее заметите сразу У них во всех Очень развита И в хорошую сторону Ароматическая линейка Это уже практически Третье мыло Которое мне плющит По запаху Ну мне нетрудно угодить Мне что-нибудь такое Чтоб знаете Пробрало до печенок Чтоб тут попугая летали Во все стороны Кокосы на твою башку Седую Сыпались Ну я не знаю Ну и мулатки В мини бикини Бо еще бегали Там трясли Гирляндами Ну или сисяндрами У кого что есть Тут пускай темы трясют Ну что праздник на душе Понимаете Вот И эти все мыло Это все дают Классно Просто Классно И это все до 450 рублей банка 100 миллилитров Ну Хорошее Великолепное мыло От Stirling Soap Company Великолепное Но если кому-то далеко Идти в Америку Или кто-то почте не доверяет Ребята Вы здесь у нас на месте Можете найти Ничуть не лучшее А как бы еще и не лучшее Мыло Которое даст фору Или уж по крайней мере Не уступит Stirling Че тут Stirling Soap Company В любом случае Это достаточно Имховое Все Что я вам сейчас говорю Я вам выражаю Свою точку зрения Я вам выражаю Как человек Который вот Со своим внутренним укладом Со своим внутренним миром Попробовал И то и то И сказал То что сказал У каждого из вас Может быть свое мнение И каждый из вас На это мнение Имеет право И это несомненно Будет правильно Вот с моей точки зрения Очень хорошо Что в ореоле России Появились люди Которые занимаются Такими вещами Очень хорошо И это достойный продукт Это прям вот прям Я бы сказал Честный продукт Потому что за 400-500 рублей Получить то Что вот вы получите Ну знаете Это Есть другие Которые делают Ну примерно так же Ну просят там В полтора-два раза дороже И здесь не выходя Далеко за границу В наших пределах А здесь вот Пожалуйста Так что молодцы Просто молодцы И прям Ух Вот прям Респект и уважение Молодцы ребята Ну а теперь давайте Наверное Вернемся К нашим Станкам Что по факту Мы имеем Если говорить За Жилет Наследия Heritage Ну если говорить Как за инструмент То это годный инструмент Который мало чего Мы отличим От Мюлевской головы Р-89 Если вас Не дай бог Угораздит Как меня сегодня Бриться ими Одновременно А потом Одновременно Пойти помыть И Одновременно Собрать кучу Все запчасти А вы перед этим Их не взвешивали Ребята Вы попали Потому что Некоторые слова Некоторые слова по-английски Знаем В чем засада Вот лично Вот лично Вот лично для меня Засада В том Что вот я сейчас Держу в руках Годный инструмент И Этот инструмент Из набора Лезвие Для которого Сделали в России Коробочку В Китае Ручку В Англии Голову Дай бог Что в Германии Но кто знает Может и не в Германии Но Все это Годный инструмент Называется Жилет Наследие Вот Вот Я не матерюсь Но очень хочется сказать Да вы что Епнулись все что ли Какое нахер Наследие Наследие чьего Наследие чье В каком виде Выраженное наследие Компания Самая известная Да пускай это уже И не то Пускай это уже И Пронтон и Гэмбл Но Компания Жилет На которую все равнялись Долгие десятилетия Столетия Можно сказать Уже больше Это Легенда Это один из толпов Это бизон Бритвенного мира Ну как выяснилось Был Когда то Потому что Сейчас это уже Блин Ребята Ну в виде Наследия Выпускать бритву Чужой компании Да вы что Сглубь Съехали Ну как так можно Где ваши Все ресурсы Где ваши Инженеры Где ваши Миллиардные Исследования Вы что Хотя бы Свою какую-то Старую вещь Не могли повторить Там В прошлого столетия Просто так Коробочку же Сумели забабашить Пусть и у китайцев Но все таки Под жилет Косят Ребята Ну что с бритвой Так лоханулись Вы что творите В чем это Наследие Выражается Но так как я не матерюсь На канале Я так говорить Не буду Я скажу по-другому Молодцы Жилет Молодцы Вот смотрите Компания Мюля Почему не любит писать Сколько им лет Какого года Нет Не сколько лет Юбилей Это они пишут Какого года Они начали Да 45 год Ну вы немцев С этим сами Понимаете Да Я под видео Оставлю ссылочку Где все перепитии Этой компании Написаны Как еще с дедушки У них начиналось И как он развивал Развивал И как становился На ноги И как потом В Гадыре их прихлопнули Там не понравилось им И как он потом Свалил оттуда И уже сыновья Его начинали Все сначала А потом сыновья Сыновей И как они все это Поднимали И вот только Совсем 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 недавно В 2000-х годах Они начали выпускать Свои бритвы В 2008-м У них только Косметическая линейка Появилась По сути Хоть и с 45-го года Но у них все Началось Вот с конца 90-х Начало 2000-х Люди пахали Как совраски И достигли Того чего достигли Не все мне В этой компании нравится Не нравится HGM линейка Которую назвали В честь своего По-моему Или отца Или дедушки Кого поправьте Она у них Якобы Бюджетная То есть Не такая Качественная Как мюля Так вот Если к качеству Мюля Претензий нет То качества И GM Хватает По мазке Иногда берешь В руки Через раз По половине Волос вылетает Это неправильно Это не хорошо Но В любом случае Компания делает Работу над ошибками Она развивается И она заслуженно Почивает На своих лаврах Потому что Р-89 На самом деле Настолько популярна Стала За последние годы Хотя у нее Время производства Когда Скорее всего Где с 2005 2007 года Появилась Когда она там Появилась Так вот И Компании С более чем Столетней историей Нужно было За каким-то Обратиться К компании Которая Бритца Начала выпускать Всего лишь Там еще и 20 лет Нет 25 лет Нет По-моему Да И Ну как То у меня Башки не укладывается Да возьми Даже какая-нибудь Маленькая Сопливая Компания Которая Еще и 5 лет Нет И которая Хочет Подвести итог Под своими Пятью годами И выпускает Какую-то бритву Под названием Наследие И берет Бритву От какой-то Другой компании Да Ну ребята Ну вы мне Объясните Что это Что все Одним словом Маркетинг Объясняется Что или Как это Или что Это Или похеру Деньги не пахнут А вот это Продается лучше всего Давай вот это Выпустим Это что ли Да вы бы свою Начало прошлого Столетия Выпустили бы Она бы у вас Разлеталась бы Махом Люди бы в очереди Стояли Но вы этого Не сделали Не понимаю Пошли по пути Наименьшего сопротивления Популярная голова Китайцы ее Слизывают Выпускают Во всех ипостасях Выпускают Только ленивый Не выпускают По моему Даже самый последний Дядюшка Виньхуньпинь Сидит где-нибудь Там на коленке Долбит Этого 89 Потом у себя На Алибабе Или где они Там все это Продают Высовывают Потом уже Фирмы посерьезней Там типа Яйки Тарам-тарам Тарам-тарам Ну это тоже Совсем серьезные Фирмы Типа Жилет Ну а что Ну давай мы Ну нам вроде Как-то впадлу Да в Китае Там левак заказывать Давай мы напрямую В Германию Обратимся Ну как-то Заказали так Что и Германия Это вроде не подтверждает И сами так просто Говорят Почему я так говорю Потому что Тот самый блогер По которому я вам говорил И он все-таки Умудрился задать Несколько вопросов Жилету И вот сейчас И вопросы И ответы Я хотел бы вам прочесть Ну естественно Ссылка будет в описании Под видео Кто хочет сам прочитать Сходит и почитает Так вот Жилет не производила Безопасный бритв С двумя лезвиями Более чем 30 лет Почему сейчас Рынок бритв Дабл эйдж В США растет Это бритва Продукт для праздничного Праздничного сезона Который развлекает Удивляет тех Кто начинает Исследовать Другие способы бритья Мы также Стремимся Создать продукт Обладающий Качественным Мастерством Который понравится Коллекционеру И поклоннику Также мы хотим Отметить Что это бритва Вдохновленная Историческими традициями А не ее копия Я Откуда Такой откровенный Звездеж Чьими традициями Копия Не копия Это не ваше Это другой Компании Ребята Ну вам не стыдно Самим Или вы то что в 60-х годах Начали эти Кассеты клепать Так вы разучились уже что ли Нормальные бритвы делать Или куда Или почему Что у вас ни чертежей Вообще ни хрена Ничего не осталось Так идите по заначкам Поройтесь Вон люди берут Старые рецепты Такие маловаря Что просто бомба Люди просто берут Хотя бы старое Сами копируют Доходят Тут умом Своим что то там Маленько подправляют И то у них что то получается А вы У которых чертежи Должны остаться Не смогли свою бритву Сделать Что так совсем хреново Да в Америке Ну я не знал Извините Что там дальше Где производилась бритва Ручка произведена в США Голова в Германии Все Больше ничего не написано Из каких материалов Сделана бритва Бритва Голова и ручка Изготовлена Из хромированного Сплава Вот так вот Наследие Планирует ли жилет Какую либо рекламную Кампанию Для этой бритвы Не больше того Что есть на Амазоне Ну вот Под Амазон Все сделали И все Будет ли бритва Продаваться только Через интернет каналы Или она будет появляться И в обычных магазинах Просто Амазон У моей бритвы Есть цифра 4 На нижней стороне Верхней крышки Бритвы на головке Это новый код Да ты похож на тот Который используется В винтажных бритвах Жилет Вопрос На бритвы Нет преднамеренной Кодировки Даты А все Ребят Во всей этой истории Для меня больше вопросов Чем ответов Если кто-то из вас Знает на те вопросы Которые вот сейчас Утроятся В моей несчастной Или несчастной голове И я так чуть-чуть Извините И вас потревожил То есть И на вас Это все вывалил Ребята Подсказывайте Потому что У самого башка пухнет Как серьезная Самая уважаемая Да не одна из А самая Уважаемая Бритва Компании Потому что За свои годы Существования Столько наследили Коллекционеры До сих пор Бегают по Амазонам По Эбэям И где-то там еще По всяким Итси Выгребают их Изделия пачками Особенно в хорошем состоянии И радуются Как дети До сих пор еще Видео по их старым Бритвам Снимает Это самое уважаемое В моих глазах Как эта компания Так умудрилась Обосраться Вот по другому Я никак не могу сказать Она просто Обосралась Она могла сделать Фурор Она могла сделать Бомбу Она могла сделать Ну Блин Махеросиму Она тоже могла сделать Хотя американцам Не привыкать Но она не сделала Слона родила Мышь так И все И упала Ой Извините Не сегодня Что за хрень В этом мире происходит Я не знаю Вот Ну На этом На этом Пожалуй Что и все Разрешите С вами Попрощаться Добра Счастья Радости Берегите себя Берегите своих близких Дай вам здоровье Пускай Всегда Все будет хорошо Ну А если Захотите Посмотреть Как я Просрал Благополучно То что вы Не увидели Ну Скажите Пересниму Еще раз Но Мое Вот это Вот Я уже Повторять Не буду Просто Побрею Потому что Сейчас Накипело Накипело Наболело Нагорело Вот поэтому Вот и Выбрался А урмосу Благодаря которому Я вот Прикоснулся Ко всему этому И узнал Все это Огромное Огромное Спасибо Все Пока-пока Подписывайтесь На канал Берегите себя Все До новых встреч Субтитры